Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду квасить капусту. Я очень люблю квашеную капусту и все время делаю ее сам. Раньше, очень давно, я иногда покупал квашеную капусту у людей, которые ее продают. И удивлялся, почему капуста такая белоснежная, хотя в ней присутствует морковка. Дело в том, что это была не квашеная капуста, а просто капуста, залитая рассолом и уксусом. Это совершенно разные вещи. Когда капуста квасится путем молочно-кислового брожения, в ней образуется очень много полезных веществ. Она насыщается богатым вкусом, ароматом, хрустящая и полезная. Поэтому сейчас я покажу, как именно я делаю капусту. Капуста это то же самое, что и больше. Очень много рецептов и они все вкусные. Поэтому я не претендую на самый правильный рецепт, просто показываю, как делаю я. У меня капуста все время получается хрустящая, вкусная и ароматная. Поэтому готовьте по моим рецептам и вы попробуйте, какая вкусная капуста получается и у вас тоже. Для квашения капусты я всегда выбираю самые лучшие продукты. Поэтому капуста должна быть такая, как будто бы на выставку. Она очень красивая, плотная, упругая и сочная. Я режу капусту, не слишком мелко и не слишком крупно. В этом нет никакой принципиальной разницы. Капуста у меня замечательная. Если резать очень тонко или какими-то приспособлениями, то капуста быстро выпустит сок и когда она уже будет готовая, она будет очень мягкая и не вкусная. Поэтому вот такие, может быть чуть тоньше, полосочки будут замечательные. Я нарежу капусту и мы продолжим дальше. Капусту я уже порезал. Капуста будет у меня ферментироваться в литровой банке, поэтому именно столько капусты у меня поместится в баночку. Когда люди ферментируют капусту или подвергают ее молочно-кистному брожению, то это могут быть и крупные куски капусты, пелюстки с желтым цветом или с красным цветом. Поэтому даже крупные кусочки капусты будут вкусные и упругие. Не слишком думайте, насколько мелко или крупно вы порезали капусту. Также очень важно, чтобы в капусте присутствовала и морковка. Морковку я возьму сладкую и немножко добавлю сюда. Но не буду пока смешивать сразу с капустой. Я возьму вот такую терку. Несколько полосочек морковки я добавлю. Морковку я порезал вот такими полосочками, потому что они есть на терочке. Если хотите, можете потереть морковку на крупную терку или потереть ее на терку для корейской морковки. Пока я не смешиваю морковку и капусту. Сейчас я расскажу почему. Дело в том, что сейчас я буду капусту солить и немного мять ее для того, чтобы она пустила сок. Солим мы капусту как для салата. Немного, чтобы она была не пересоленная. Пока я перемешиваю. Вот так. Капуста посолена. Теперь я беру ее и вот так немного сжимаю пальцами, чтобы она стала немного мягче и начинала пускать сок под действием соли и механического воздействия. Чем крупнее порезана капуста, тем сильнее ее нужно подавить. Если капуста порезана очень тонко, ее нужно легонечко перетереть руками и все, потому что при сильном воздействии она много выпустит сока и будет мягкая и невкусная. Для того, чтобы ускорить старт молочнокислооброжения, я добавлю в капусту чайную ложечку сахара. Все. Теперь о приправах. Самые важные компоненты. Это, конечно же, лавровый лист. Я беру вот столько. Черный перец горошек. Мне очень нравится, когда попадается горошинка. Я ее раскусываю. Также я добавляю несколько горошинок душистого перца. Я выбираю маленькие горошинки, чтобы они равномерно распределились по объему банки и отдавали свой аромат более равномерно. Шести штучек будет достаточно. Молезненьких. Я еще раз ливонечко перемешиваю капусту с перцем и лавровым листом. И начинаем укладку. Я укладываю капусту в банку, утрамбовывая каждый слой. Для утрамбовывания под руками был только пестик от ступки, поэтому я так аккуратненько, чтобы не разбить банку и не слишком повредить капусту, утрамбовываю. И сверху присыпаю морковкой. Капусту я уже положил в литровую баночку, хорошенечко утрамбовывая. На дне уже немножко выступила сока. Вот такая маленькая часть капусты с морковкой у меня не поместилась. Еще мы найдем ей другое применение. Я ставлю банку с капустой на тарелку. Желательно, чтобы тарелка у вас была глубокая, потому что когда начнет выделяться сок, чтобы он остался есть в тарелке. А сверху кладу маленький груз. У меня это будет пол-литровая пластиковая бутылка с водой. И оставляем в теплом месте. Каждый день я буду делать съемку, что происходит с капустой. Прошли сутки. Я показываю, что случилось с капустой, которая ферментируется. Она уже выпустила сок. Вот мне такой импровизированный груз. Это пластиковая бутылка. Она прекрасно помещается в горлышко банки. Чтобы она не упала, я ей подвязал. Бутылку мы пока уберем. И теперь я беру деревянную шпажку и делаю проколы до самого дна, чтобы выпустить газ, который скапливается в процессе ферментации. Вот так. Если газ не будет выходить, капуста получится с неприятным вкусом и ароматом. Потому что этот газ нужно всегда выпускать. Это один из главных нюансов квашения капусты. Газ достаточно специфического запаха. Поэтому он выходит. Не пугайтесь. Все, газ вышел. Я опять придавливаю, ставлю в нем. Квашеная капуста ферментируется уже вторые сутки. У нее была вот здесь на горловине шапка из пены. Пока я чистил бутылочку, пена ушла. Как обычно, я делаю деревянной палочкой проколы для того, чтобы из капусты вышел весь газ. Если в помещении, где капуста ферментируется, температура выше 25 градусов, нужно капусту уже пробовать. Только пробуйте ее хотя бы из первой трети. Вот отсюда. Она, возможно, уже почти будет готова. То есть вкус у нее будет кисленький, приятный. Если убрать в холодильник, она там доферментируется еще за пару дней, чтобы она не перекисла. Потому что капуста очень быстро перекисает. И важно уловить момент, когда капуста уже готова. Капуста ферментировалась 3,5 дня при температуре 20 градусов. Она уже готова. Сейчас я ее попробую. Аромат прекрасный. Хрустит отлично. Сейчас я обмою банку, закрою ее крышкой и поставлю в холодильник. В холодильнике она уже будет доферментироваться, но ее уже можно кушать. Вечером мы проведем дегустацию. И снова всем привет! Наконец-то самая приятная часть. Дегустация. Капуста ферментировалась или мариновалась 3,5 дня при температуре 20 градусов в помещении. Она полностью готова. Кроме этого, она отдохнула еще половину суток в холодильнике. И я ее достал. Я очень люблю квашеную капусту без добавления растительного масла и лука. Хотя раньше я ел и так, и так. На мой взгляд, самая вкусная капуста и самый богатый вкус получается, когда она ни с чем не смешивается. Поэтому я достал капусту из банки, насыпал ее в тарелку и начинаем дегустацию. Очень хорошо подчеркивает вкус квашеной капусты пшеничный дистиллят. У меня пшеничный дистиллят, который хорошенечко отдохнул. Он очень ароматный. Крепостью 50 градусов. Прекрасно. Пробуем. Здесь как раз попадаются горошинки черного перца. Я очень люблю, когда их раскусывают на зубах. Аромат замечательный. Настоящий аромат. Хороший маринованный капуст. Только не маринованный в буксе, а именно эрмитированный или сквашенный. Слюнки текут. Как она хрустит. Капуста получилась великолепной. Она хрустящая. Настоящий богатый вкус. Чувствуется и морковка, и черный перец, и лавровый лист. Соли совсем не слышно, потому что именно этот тот баланс, который должен быть, чтобы мы кушали продукт, и соли не было видно, что ее или не хватает, или слишком много. Можно сделать так. Кошеничный дистиллят это бомба. Капуста это супер. Класс. И капусточка с перчиком. Квашеная капуста получилась просто изумительная. Это замечательная закуска под хорошие крепкие напитки. Друзья, готовьте по моему рецепту. Вам капуста очень понравится. Вы будете просто очень сильно и приятно удивлены. Это самый лучший и самый правильный рецепт. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, готовьте по моему рецепту. Пишите в комментариях, что вы думаете. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Клопочка вот здесь внизу. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место. Ну это правда классно. Клопочка вот здесь внизу. Продолжение следует...